Всем доброе утро! Я сегодня в натуральном макияже, то бишь без макияжа. Потеплее сегодня оделась на всякие пожарные, но сегодня ни одного облачка, ни ветерка, ну и не жарко. Не было парковочных мест, там рядом с работой. Приехали сюда немного, ну тут 5 минут тоже. Посмотрим сейчас на море утреннее. Оно шикарное. Красота! Я после работы сюда заеду. У меня еда есть. Мне муж сегодня утром почистил мидии. Вчера на ужин так я их и не съела, потому что он пришел поздно. Ночью поздно я уже не ем. Поэтому я сегодня их приготовлю. Рецептик вам засниму заодно. Как я их делаю, это очень легко. Ну, фокусируйся. Даже камера на такой красоте не хочет фокусироваться. Как будто картинка, да? Все так ясно, видно после дождя. Хотя снег навалил на серой неваде. У нас видно, что заснеженная стала у травы. У травы опять. Так что, наверное, вот с нее хватит, хватит. Там у него просто его недруг живет. Кстати, машину прямо около двери опарковала. И улицы такие почище стали. Блин, и полотенца мои на Эль-Серии. Вообще. Как это я так лоханулась, скажем так. Ну ничего. Какие улочки хузенькие. Машины видите какие? Почти все машины здесь такие. Корябанные, поцарапанные. Таким улочкам есть, конечно. Всю машину оставишь. Да ладно тебе, на кого ты гавкаешь, здесь никого нет. Вы знаете, они сухие. Значит, здесь не такой уж дождь плел, как у нас в Матриле. Потому что у нас прям там нормальный такой лел. А где муж работает, там он говорит вообще. Там столько всего. Такой дождь пролел, проливной. В общем, нормально. Я зря переживала. У меня есть полотенце. Ставим еще одну машинку. И до завтра она тоже высохнет. Ну или даже до послезавтра. Но это не столь важно, потому что полотенце все-таки у меня есть. Ура, ура, ура. Смотрите, прошло несколько часов. И море уже начало волноваться. Видите? Белые, как они, петухи. Ветер поднялся сильный. В общем, я не поеду на пляж, потому что там ветрище. Неохота. Кстати, вот это вот куранты бьют. О том, оповещают жители, что кто-то умер. Если два... Ну, вначале начинается вот этот вот... Ой, курантов, скажем так, или как там их назовешь. Двумя, ну так, пум-пум. То это значит, женщина умерла. А если три, то мужчина. О, как. Раньше церковь была предвестником всего, скажем так. Вот, начинается, начинается. Начинается вот это вот, где такие вот шторки. Там у него не друг живет. Не друг живет, видите? Ой, ой, ой. Буду туда погавкать, видите? Заглавкать. Все. Все. Субтитры сделал DimaTorzok. Я уже дома. Сейчас буду готовить мои мидии. Они у меня уже почищенные. Видите? Чистенькие какие. Мне их сегодня Моша подчистил. Вот, для этого нам понадобится вино полстакана. Здесь меньше килограмма, потому что, он говорит, были дохлые, и дохлые он выбросил. В общем, ну, вот полстакана вот такого вот. 50 миллилитров, наверное, вина, перец горошком, лавровый лист, укроп, ой, чеснок. Вот я уже порезала глубокая сковорода или вот кастрюля, масло. Еще нужен, если бы было вообще здорово, если бы было бы петрушка свежая, но у меня нету, я забыла, буду сушеную готовить. Готовить сушеный. Так, для начала мы обжариваем чеснок до золотистого цвета. И вот, когда он уже начинает обжариваться, добавляем сюда лавровый лист, у меня помытик в этом челку. Перец горошком, миди. И вино. Не добавляем никакой соли, потому что они сами уже по себе соленые. Чарльз, что ты там пытаешься докопаться до чего? Перемешиваем все вот так вот. Не особо можно. Вот так. И закрываем крышкой. Моей суперской. Все. Весь рецепт. Когда вы увидите, что мидии все открылись, они готовы. Будет очень много, несмотря на то, что жидкости мало. Но ведь мидия у нас с водичкой внутри, которая соленая, поэтому солить-то и не надо. Вот. А у меня там разогревается суп. Мой. Который пюре. А мужу, короче, я сейчас буду отбивать мясо. Он сказал, что мидии не хочет. Мясо отобью ему и сделаем. Вот так. Буквально занимает 5 минут. Только не открывайте. Они должны как бы в собственном соку делаться. Прошло не знаю сколько. Минуты, наверное, 3. Все. Мои мидии все открылись. Смотрите, не передержите, а то они будут деревянные. Те мидии, которые не открылись, значит, были мертвые. И они несъедобны. Смотрите, сколько жидкости. Видите? Это все из мидий. Поэтому сюда не нужно никакой жидкости, не наливать ничего. По-испански это мидия альбопор. Очень вкусные. Всем советы. И быстро. Единственное, что я не люблю, это их чистить. Но для этого у меня существует нож. Или можно уже очищенный купить. Всем приятного аппетита. Мы тут устроили парикмахерский отдел. Вы представляете? В понедельник с Таней, с моей подругой, договорились как-то. Так, мы мимолетом, но она позвонила, поболтали. Мимолетом договорились, что она в четверг ко мне приедет на стрижку. Мне как раз ногти делать она приезжала. И говорит, я к тебе заеду, ты меня подстрижешь. Ну, я ей да-да-да. И совершенно забыла об этом. Вообще из головы вылетела. Она сегодня мне звонит. Я смотрю на телефон, что это звонок от нее. И такая. Твою удивительную. Ко мне же Танька должна приехать. А мы с ней договорились, я с работы приезжаю в обед. И сразу ей звоню. В общем-то, что я дома, что ко мне можно приходить. Ну, поговорили и забыла, как говорится. Вообще из головы вылетела. Вот, блин, Маруся. И она такая звонит. Я говорю, Таня, я про тебя забыла. Она такая. А я уже около твоего дома. Правда, заблудилась, как всегда она. Вот, ну, я вышла на балкон. Гляжу, она в другую сторону пошла. Она говорит, я до улицы увидела, а дома что-то перепутала. Представляете? Вообще из головы вылетела. Но так как мы с ней разговаривали на другую совершенно тему, а не на то, что обычно она звонит, а мы договариваем, что она придет. А тут мы с ней поговорили на другую тему. Вот. И, да, заодно договорились, что она ко мне придет. Блин, вот, представляете? Память-то девичья. Совершенно все из головы вылетело. Ну, самое главное, что я никуда... Мы сегодня никуда не уехали. Мы опять собираемся ехать. Но никуда не уехаем, ничего не получается. Уже там дела, все дела. Ля-ля-ля-та-паля. В общем, никуда уже не поедем. А завтра я уже работаю целый рабочий день. Такие вот пироги. Представляете? Вот, блин. У вас такое бывает? Что соберешься с кем-нибудь. А потом напрочь об этом забудешь. Вот, блин, вообще. И как-то неудобно так стало. Говорю, вообще. И время обеденное. Тут еще муж пришел. Еду ему надо. И он нас увидел. Он на кухне поел. А Танька такая еще. Мы смеемся. Она говорит, ой, а мы, говорит, на кухне едем. Но у них дом большой. Кухня у них тоже большая. Таньке, говорит, секрет сейчас расскажу. Я говорю, да, но у нас-то кухня маленькая. Смеемся. Я говорю, ну ты, Танька, всех научишь. Говорю, на кухне есть. Она смеется. Да, говорит, лодки какие. А он на кухне поел. Да и все. Пока ел, я тут управилась с ней. Волосянки сейчас соберу. И все. И такие вот у нас дела. Машинку поставила стиральную. Но я всегда ставлю машинку. Вот. На просто на стирку. Без отжима, без всего. Она постирает на ночь. И на следующий день, тогда я уже, то есть она в воде остается замоченной. И уже на следующий день я уже стираю полностью. Ставлю отжим, наполаскивание. Как бы белье у меня киснет целую ночь. Зато все хорошо отстирывается и в холодной воде. Ладно, буду чай себе делать и буду чай пить. А вообще мне очень неудобно было, потому что я забыла, знаете, по какой причине было обеденное время. А вы знаете, что готовлю я буквально на двоих. Вот. И представляете, я-то уже поела. И мне даже ее угостить-то нечем. Что у меня в холодильнике-то нет никаких ни колбас, ни молбас. Но чаем-то я, естественно, угостила. С булками, как смеюсь. Так бы, если бы я помнила, я бы, естественно, что-нибудь приготовила. Но нам на двоих там что-нибудь вкусненькое. Блин. И пошла она, не солоно нахлебавшись, как говорится, домой поехала. Ой, не могу. Такая вот я балбесина. Чай. Перемыла гору посуды. А там у меня рыбка размораживается. Сейчас сделаю рыбку, знаете, жареную на завтра с луком. Обожаю такую. Как бы тушеная рыба, да, получается с луком. Муж такой не ест, я ему просто пожарю в муке. И картошечку сделаю, пюрешечку на завтра. Как вам такой, такое минимум на завтрашний день? Мне кажется, шикарный. Давно хотела так рыбу. Вот, чтобы прям с луком. И вот я вспомнила, что у меня в заморозке есть. У меня как в Париже все есть. Достала, сейчас порежу ее, обжарю и сделаю с луком. Ням-ням. Еще у меня батарейка садится. Гляньте, какая гора, пипец. Батарейка садится, пойду поставлю на зарядку. Пока буду чистить картошечку. И жарить рыбку. И потом вам покажу результат. В общем, когда обжарила почти со всех сторон, кроме одной. И когда остается обжарить одну сторону, я добавляю лук. Прямо вот сверху. И я добавляю лук. Лук. Добавляем сливочное масло. Добавляем сливочное масло. Добавляем огонь и закрываю крышкой. И все, и до готовности лука. Я помешиваю потом, чтобы лук тоже немного поджарился, потому что мне такой тушеный вареный лук не нравится. Мне нравится жареный. Сейчас он начнет как рыбка поджариться с той стороны, с которой она не была жареная. Я начну уже мешать аккуратно Чтобы не развалилась рыба И все, и на завтра у меня Такое вот блюдо будет А уже завтра пожарю рыбу Чтобы прийти мне с работы Быстро поесть и потом бежать опять на работу Сейчас картошку почищу И тоже сделаю пюрешечку На завтра Вкусняшка, помидорчики какие-нибудь порежу Уже перевернула один раз Смотрите, какое вкуснятина пахнет Просто необыкновенно Вкусно, там картошечка варится Вот И все, на завтра у меня готов обед Очень здорово Кстати, вот гель, который я заливаю Для рук Ну он для всего И для тела гель, для душа И для рук, и для всего В общем Даже и выгодно получается И не покупать 150 вот этих вот Вкусно, Чарли Все, и поблизал, и все сделал Вот вам попа Красивая попа Да? Ты такой красивый Он у меня что-то сегодня любвеобильный какой-то Ха-ха-ха Вот я вам это доказала Он так подходил ко мне Раз не знаю сколько уже Фу! Прям в рот, Чарли, твою дивизию Вот вообще весь день вот такой Ясно! Ясно! Весь день такой Я не знаю, что с ним случилось Кипец какой-то Извините, я вам тут не мешаю Нет? Нормально все? Все нормально? Ну погрызи мне Одеяло тоже погрызи Все? Все? Все, игру мой! У нас, кстати, дождь опять пошел Представляете? Сейчас смотрю на улице Мокрый асфальт вообще Ну как? Вот как, да? Дождик опять Дождик, дождик Пошел Дождик Вот такая Ой, я вам не похвалилась Смотрите Та-дам! Помните, у меня кольцо было Я вам все говорила Что я его потеряла Носила я вот на этом его пальце Потому что Оно мне было большое Я заказала на Алиэкспресс Где-то месяц назад Вот такое кольцо Уже на размер меньше Это серебро Тут даже есть проба Проба называется По-моему, да? Сейчас покажу вам Так Не знаю Фокусируется Не сфокусируется Камера Ну вон, видите? Фокусируйся Ну короче Вот там 925 проба А, она еще и кверх ногами 925 проба В общем С такими камушками Там внутри Очень мне нравится Это кольцо Нравилось Я его посеяла Не знаю как И заказала себе другую Оно стоит копейки Если вы хотите Я вам ссылочку оставлю внизу Можете обращаться Покупать Рекомендую Потому что Это уже второе кольцо Я специально его беру Оно для того Чтобы Ну В него Его не снимать Знаете С ним ничего не будет Оно не мешается Не цепляется И чтобы вот Не снимая Его носить Я специально Поменьше взяла Размер Вот На этот палец Мне все-таки На этом пальце Больше нравится Кольца носить Вот такие вот дела Все Я вам похвалилась Пойду еще Помешаю рыбку А то Чувствую что Что-то пахнет Не так уже Сейчас горит Нафиг Моя вкуснятина А мне это надо Мне это Совершенно не нужно Как же это Ой боже Какой она уже Приобрела Цвет Смотрите Какой цвет Скажите Вы готовите Так с луком Жареным Я помню Еще знаете У меня бабушка Так готовила Вот А у нее еще К сковороде Подгорало И вот это Она хлебом Вот так вот Все сдирала Ох блин Так это вкусно было Как сейчас помню Вообще Сейчас вспоминаю У меня оказывается Бабушка Вкусно готовила Она мне не готовила Какие-то там Знаете Изысканные блюда Ну деревенская женщина В общем Но она такие Блинчики пекла Это просто был Пипец В русской печи Друзья Кто не пробовал Блинчики В русской печи Тот не пробовал Ничего вкуснее На свете Когда просыпаешься От запаха Блинчиков В русской печи Утром Блин У меня по сейчас Слюньки Питекут Она их еще Как-то делала Заварные Какие-то Знаете Они были жидкие Как вода Ажурные Тонкие-тонкие Вот блин Рецепт не спросила И теперь уже Ни у кого не спросишь В общем Неплохо готовила Как бы Знаете Такие руссконародные блюда Но Кое-что От нее Помню Как например Вот приготовление Рыбы с луком Я в детстве Не очень любила А сейчас Мне очень нравится Представляете Вот такие вот у меня Сборная СССР Как говорится Получилась Влог такой Всего вам самого Лучшего Буду с вами прощаться До завтра Потому что я уже Все сделала Ну пюрешка То вы что не умеете Пюрышки готовить Конечно умеете Краситься я сегодня Не красилась У меня что-то Как-то лицо Какое-то воспаленное Или непонятно что Весна наверное Или как ее И аллергия Вот эти вот глаза Все время чешутся Прям задолбали уже Если честно Но у меня на осенью Весной наверное Все таки аллергия Постоянно Такое бывает Ну ничего Завтра уже пятница Развратница Завтра мои клиенточки Постоянно придут Кстати я сегодня Тоже неплохо поработала Вот И все Завтра встретимся С вами вновь Всего вам самого лучшего Всем до завтра И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok